Разбор завалов завершен. Владельцев некоторых магазинов уже пустили в помещение. В деловом центре ЕСКа с 6 утра было многолюдно и неспокойно. Загорелось здание Сбербанка. Сотрудники учреждения приходят в офис к 8, но сегодня их рабочий день пошел не по плану. Что именно сгорело там и находились ли в отделении деньги, вопрос без ответа. Мы не даем интервью. Извините, нам не заняты. Около 6 утра, когда на место прибыли первые пожарные расчеты, огонь уже распространился на площадь 200 квадратных метров. В половину восьмого его успели локализовать. В итоге выгорело 450 квадратных метров строения. Для всех жителей это общая боль. Пострадал памятник архитектуры. Гостиный двор был заложен в 1848 в год основания города. Сейчас это деловой центр ЕСК. В 6 утра люди еще не успели прийти на работу, а вот все оперативные службы были на месте. Не понадобилась никому медицинская помощь. Кроме углового здания Сбербанка, сильно пострадало еще кафе, магазин книги, где было много арендаторов. Там продавали игрушки, одежду, был сервис по ремонту телефонов. Везде теперь выбиты окна и все, что не сгорело, залито водой. Вот кадры, которые снимали очевидцы и выкладывали в социальные сети. Огонь пожирает кровлю. Дым окутал центр города. Его было видно из отдаленных спальных районов. Полная жесть. Я по-другому это назвать невозможно. По предварительной версии спасателей замкнуло проводку. Где именно это произошло, еще предстоит выяснить. Из Краснодара направлена испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой установят точную причину возгорания. Огонь начался со стороны Сбербанка. Ну и потом начал вот. Честно говоря, еще вчера я видел, что там крыша немножко как дым шел еще вечером. Ну и думал, может быть, просто там что-то. Владельцы магазинов говорят, подсчитывать убытки пока рано. У одних товар сгорел полностью, и у других не понимают масштабы катастрофы, пока их не пустят в помещение. Не зашла. Все сгорело. Все. Убытки примерно не подсчитывали? Ну, не видно отсюда, непонятно, не пускают. Из-за пожара сегодня днем не работал главпочтам. Здание оказалось как раз в радиусе оцепления. Что касается банка, горожанам придется пользоваться другими офисами. Центральный, по всей видимости, долго не будет работать.